Место, где уже к апрелю появится новый мемориал, сейчас обнесено забором. К установке свай и заливке фундамента рабочие приступили в январе. Сегодня производят засыпку. Три с половиной. И семь туда уйди туда. За созданием памятного для села места Коба Марусидзе следит ежедневно. Сам делает замеры, помогает рабочим. Сочинские архитекторы предложили интересную модель мемориала. Теперь главное – до мельчайших деталей воспроизвести его на строительной площадке. Позавчера сняли опалубку. То, что дрозды залиты здесь уже. Установили каркас. Значит, вот этот каркас у нас пойдет вверх. Здесь будет у нас пятиметровая колонна. Сверху будет двухметровая скульптура, двухметровая Святого Георгия. В принципе, для этого уже все готово. Сейчас будем проводить, дадим устояться бетону, схватиться его хорошо. Далее сзади будет находиться широкая стена. На этой 15-метровой стене будут высечены имена 358 героев, ушедших на защиту Родины в годы Великой Отечественной. 200 воинов вернулись к семьям. До празднования 70-летия Победы дожили трое. Чтобы устроить праздник ветеранам, трудится все село. Всем селом, всей деревней каждый может на благотворительный счет положить сумму, каждый может участвовать в этом деле. Не имеет значения сумма. У кого есть возможность 100 рублей, у кого есть возможность 500 рублей. Есть люди, которые говорят, допустим, не могу я деньгами помочь. Пожалуйста. Они приходят, работают, трудятся лопатами. Вот это все их руками сделано. На то, чтобы возвести мемориал, потребуется чуть более 6 миллионов рублей. 2 миллиона селяне уже собрали. И главное, как отмечают инициаторы, это не материальное богатство, а духовное. Память о тех, кто ценой своей жизни защитил Родину. Фронтовики, которые нас тогда защитили, они сегодня нам помогают консолидироваться вместе. Вот сегодня, что очень приятно, и в том, что вертикаль власти, начиная, вот президент, губернатор, глава города и люди все вокруг, они одной цели сегодня. Вот эта память священна, и слава их навеки, и эту память нельзя никак забывать. Символом героического подвига на этом мемориале станет скульптура Георгия Победоносца. Сейчас над ней работает сочинский скульптор Вячеслав Звонов. Глиняный склепок был оценен жителями у села Пластунка, и сейчас уже готовится гипсовый материал для последующей отливки скульптуры в бронзе. У нас Виктор Прокофьевич заканчивает, ну, еще, наверное, дней пять формовку, и мы это все отправим в Ростов-на-Дону, в мастерскую Андрея Дементьева, налить ее. Ну, мы старались успеть в сроке и думаем, что успеет. Вес бронзовой скульптуры Георгия Победоносца составит до 400 килограммов. Она будет поднята на пятиметровую колонну. Завершить все строительные работы на мемориале и начать благоустройство планируется к маю. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.